Поездка коллектива Купава на конкурс стала настоящим событием. Желание победить, чтобы прославить курорт Сочи, но и продемонстрировать свои умения объединило всех. Помогали и депутаты, и родные, и поклонники. Неоценимую поддержку оказали специалисты городского управления культуры администрации Сочи. В рамках выполнения поручения главы города Сочи Алексея Сергеевича Капайгородского управление культуры работает над созданием новых коллективов, которые бы являлись визитной карточкой города-курорта Сочи. Вы знаете, город Сочи всегда славился своими выдающимися коллективами. Вокальный ансамбль Купава был создан в 2019 году и в первый год своей творческой деятельности завоевал популярность у жителей города Сочи. В репертуаре у коллектива «Русские народные», «Казачьи песни», «Песни советской эстрады». Вокалисты поражают своим задором, открытостью и ярким исполнением. Их очень полюбили в родном городе, а в этом году солистки получили и всероссийское признание, приняв участие в музыкальном шоу о талантливых людях со всех уголков России. Свои ролики на проект отправили более пяти тысяч команд. Из них только 200 позвали на очный кастинг, а по итогу только 40 коллективов попали на съемку. И среди них наш сочинский Купава под руководством обаятельного Вадима Орлова. В интернете я нашел объявление, что проводится такой проект, и мы записали видеорепетиционную обстановку. Мы отправили в Москву. Через неделю к нам пришел ответ, что нас зовут в Москву. Они были самые яркие, пожалуй, на проекте. Нас оценили, это было очень круто. Мы порхали, мы пели, мы были сумасшедшие. Родилась энергия. И вот это вот понимание, когда тебя исцеляет жизнь, вот таким образом, когда она тебя подбрасывает, это круто. 5 ноября у коллектива Купава прошел концерт в сочинском органном зале и прошел с аншлагом. Вокалисток можно смело назвать звездами. И как приятно, что звезды, которые зажглись в городе Сочи, теперь будут блистать и на федеральном канале. Асальту Легенова, Дмитрий Петрий. Время новостей.